приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас 10 августа я решила включиться рассказать немножко хороших новостей имеется ввиду новости про наших подопечных Марусю и ее деток вот это солнышко поцелованное богом в темечко там у нее пятнышко осталась у нас одна двоих мальчиков я пристроила и немножко расскажу историю как это все было мне привозит молоко женщина и короче разговорились мы с ней и я рассказала вам не нужен ли котенок она говорит ну покажи вот я показала тогда вся троица была в сборе она говорит я возьму вот эту вот кошечку только пусть она немножко подрастет женщина это верующая уйдет в храм и я спрашиваю может быть как как вы считаете куда обратиться как бы мне пристроить еще двоих она говорит но я в храм пойду поспрашиваю там у прихожан может быть кому-то нужен а вообще говорит ты соберись и пойди на рынок с этими котятами вот там разбирают ну я так и сделала короче собралась я в субботу 6 августа собрала этих двоих мальчиков посадила в корзинку и мы пошли было очень жарко я пристроилась там даже в общем у центральных ворот рынка нашего в городе чплыгин там продают молоко продают разные овощи фрукты прям за территории то есть не входя на территорию рынка в общем я там пристроилась стою себе стою бимка это который белый с черным котик орет не своим голосом беляшет тот спокойно ерзается конечно и вылезает из этой корзинки мне постоянно нужно его осаждать а бимка орет как резаны люди проходят но мало кто подходит вообще не спрашивают в общем я стою у молочницы спрашиваем у вас здесь приносят котят она говорит да приносит постоят-постоят да и уходят не салона нахлебавшие ну в общем у меня не входило это в планы уйти вот так вот не пристроив детей я настроена была решительная но что делать никто не не спрашивает и там сидела женщина она говорит да я просто ради прогулки так все надоело столько работы дома нарвала вот букетиков и пошла посидеть на рынке просто отдохнуть у нее там розочки стояли какие-то еще цветы и в общем мы разговорились и она говорит ты не мучайся сегодня суббота и приходи завтра завтра здесь будет намного больше народу пристроишь вот она мне рассказала историю своей кошечки или котика не помню кто у нее был в общем погиб его погиб этот котенок машина раздавила и она говорит я после этого больше не хочу вот ну в общем так и решила послушала эту женщину жара мимка орет я стою уже полчаса конечно это мало ну решила пойти домой она мне говорит ты сходи в крытый рынок мясной может быть там предложишь еще я так и сделала прошлась по территории рынка пошла в крытой мясной и не успела зайти как подбегает ко мне женщина и говорит ой котята у вас кто мальчик я говорю да два мальчика ой мне нужен у меня кот уже старый вот-вот уйдет в мир иной нужен котенок и она была с наверно сыном или с внуком не знаю но женщина такая лет 60 наверное такая приличная я же вижу что в нормальный человек вот ну и короче она говорит ой куда же я посажу пойду я поспрашиваю корзинки корзинку коробку у продавцов ну и пошла искать коробку короче я осталась ждать с этим парнем стою он тоже с ними играет рассматривает тут она приходит и спрашивает у него как какого возьмем вот этого или этого он говорит бери вот рыжего с белым она говорит а мне черный нравится с беленьким я говорю берите тогда двоих она рассмеялась не хотела сначала я говорю возьмите и во первых им будет легче перенести вот этот стресс разлуку с мамой все-таки вдвоем братики ну и она давайте дала мне 100 рублей ну просто как так символическая плата как чтобы котята прижились и я счастливая побежала домой так что друзья все котята пристроены вот эту девочку заберут после двух месяцев она самая маленькая вот сначала они жили у нас в терраске а вчера я впустила марусю в дом вместе с ее доченькой и вы знаете очень очень она была благодарна как же она ласкалась возле меня вы не представляете манька с ними играется с мару симоня дружит а вот пусть и шипит и кузьма вообще даже рычит так очень очень страшно так что я хочу сказать что вот эти все размещения объявлений на авито вконтакте я не вижу в этом вообще смысла я тоже размещала ролики но ничего это не дало может быть кусочек из ролика я вставлю когда их было трое и я снимала короткий ролик размещала даже в группе подслушано чеплыгин ни одного звонка ни одного отзыва и в москве то же самое было с моими котятами которые я пристраивала помните сын нашел четыре котенка двое мы оставили а двоих я пристраивал вот пока я не вышла с ними к метро к магазину никак вопрос не решался не сдвигался с мертвой точки поэтому нужно вот так в живую идти и куда-то на рынок если это большой город какому-то супермаркету к метро может быть где то есть вот эти рынки где животных продают но в общем только так по-другому я не нахожу решение вопроса вот так чтобы помочь животным так что друзья я очень очень рада и в решении этого вопроса конечно же не обошлось без волшебства вот это доска желаний помните что я ее делала своими руками и все это друзья работает вот это вот желание я писала чтобы пристроить котят в добрые руки она уже сбылось и его можно отсюда убирать и сжечь но как говорится не пользуйтесь этим часто я считаю что это все работает но нельзя этим злоупотреблять когда сложная ситуация когда действительно ну как бы нет выхода попросите вот эту доску желаний я желаю вам ее сделать чтобы у вас тоже было такое место и ваше желание каким-то волшебным образом будут сбываться здесь вот еще два желания одно из них тоже уже сбылось надо будет убрать эту салфеточку и сжечь вот такие друзья дела ну а я продолжаю заниматься консервированием заготовками в зиму собираю огурчики несколько дней а потом вот так вот их либо мариную с уксусом и с сахаром а вот эти я хочу сделать соленые сейчас они у меня стоят просто солью на дне там как как полагается даже есть листья дуба у меня дуб напротив дома растет вот здесь есть заброшенный дом в нем никто не живет и вот это стоят два очень больших дуба я подхожу и рву там месте вот для засолки огурцы я сначала замачивала ну как я это делала я их собрала сразу в банку все положила на дно укроп значит листья смородины листья вишни дуб листья хрена обязательно если листья хрена слишком большие я вот эти стволы режу мелко это уже туда такой запах прям ухаж нос пробивает заливаю водой на два часа потом эту воду сливаю и делаю рассол на каждую банку по 2 столовые ложки соли горой вот и потом опять это все залила в банке и здесь все это стоит в общем будет стоять пока не промаринуется хорошо вот видите вот такая пена идет обязательно под банку поставьте что-то вот у меня поднос потому что будет выделяться жидкость естественно будет растекаться поэтому либо тарелочки под банки вот как вот это либо поднос но что-то нужно поставить вот и по истечении там 3-4 дней можно залить я сначала промою огурчики прям под краном промоем сниму вот этот налет не знаю как это назвать вот этот белый налет появится после того как огурчики перебродят промою под краном я прокипячу этот рассол доведу до кипения и им же потом залью банки и положу одну столовую ложку горчицы прям в баночку и банки у меня винтовые трехлитровые винтовые такая редкость лёшик не привозил с москвы и все в погреб вот такие огурчики у меня будут соленые сегодня собрала посмотрите какой урожай посмотрите какой длинный цукини я не знаю здесь наверное килограмма два точно килограмма два в одном но не увидела немножко перерос сейчас натру на терку в пакет и в морозильную камеру а зимой буду есть вот такие оладушки из кабачков друзья они мне вообще не надоедают я их ем чуть ли не каждый день поэтому чтобы мне зимой не бедствовать я просто за замораживаем просто тру на терку не сливаю жидкость у меня почему-то ее и нет без соли просто на крупную тёрку и в морозилку в пакет и в морозилку переключала камеру в общем видео включилась даже сама не поняла как уже пошли свои помидорчики вот такие вкусные анечка брала говорит мам это вообще вкуснятина вкуснейшие сладкие я уже закрыла несколько банок салата огурцы в томатном соусе срезала уже друзья перец запеченный сделала в духовке в собственном соку тоже закрыла в банке в зиму и еще я надела порядок погребе в общем покрасила лестницу которая была ржавая ржавая и два мешка керамзита у нас оставалось от насыпного пола засыпала весь пол в погребе вот этим керамзитом побелила стены гашёной известью тоже нашла в нашем волшебном сарае и открыла проветриваться и еще друзья очень меня спасают керосиновые лампы которые я тоже нашла в нашем волшебном сарае вот эта лампа 2 которая летучая мышь сейчас она в сарае и она в рабочем состоянии чтобы немножко просохли стены после того как я их побелила гашёной известью в общем работа конечно идет сегодня красила забор вернее не забор крепление на котором крепится забор все ржавые сейчас вот вам покажу вот видите вот если посмотреть дальше там вот ржавая но я ушла в общем начинался дождь и ну в общем прогнал меня так стало намного лучше потому что ну потому что ржавчина конечно не нужно вот вы видите крепление на которых вот эти профиль металлический весь был ржавый не знаю сейчас видно не видно не хочу выходить меня здесь крышки кипят буду сегодня тоже консервировать огурцы с кабачками хочу сделать такое ассорти про стерилизовала сегодня вот эти бутылки это было вино домашнее покупала я в светофоре все вы помните что эта бутылочка также служила лампой светильником напомню вам вот это лампа светильник та же самая бутылочка как делать я рассказывала в каком-то из видео а сегодня я промыла эти бутылки в духовке про стерилизовала их и накрыла стерильными крышками пусть и стоят ждут свой час и я хочу в них закрыть аджику здесь широкое горло как вы помните вот поэтому очень удобно будет для аджики можно и сок не закрывать но я планирую закрыть аджику ну вот друзья на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю что вам было интересно узнать о судьбе наших котят так что у нас все хорошо все котята пристроены и я благодарю случай благодарю мою молочницу за совет который она мне дала и вообще добрых людей за поддержку все я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена секунда пока-пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok